Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о нашем незабываемом путешествии в Новороссийск. В этом видео вы увидите нашу адскую поездку на поезде, дегустацию итальянского джелата, прогулки по центральной набережной в разгар сезона, экскурсию на винодельню Масхака и дегустацию фирменных вин. В общем, приятного просмотра! Когда женщины, которые с тобой, напились, и ты им не доверяешь, и поэтому идешь с их сумками, напились. Наше путешествие началось с поездки на поезде, которая оказалась настоящим испытанием. Температура в вагоне была адской, без кондиционера и с минимальной вентиляцией через маленькие форточки. Поезд шел из Уфы, и люди в нем ехали уже двое суток. Три часа для нас показались вечностью в этой обстановке. С ужасными звуками туалета, похожими на крики мамонтов. Да и вообще, пахло там не очень. Мы вышли постоять, и на улице холоднее, чем... ...в поезде. А вот этот звук, это смывается туалет, который находится рядом с нами. Наш поезд. Наши места вот как раз вот здесь. И, собственно, мы в Ахере. Когда, наконец, мы прибыли в Новороссийск, все изменилось к лучшему. Мы заселились в шикарные апартаменты в самом центре города. Обзор я покажу чуть дальше. Ну и, наконец, мы смогли расслабиться и отдохнуть под кондиционером. Просто кайф. Это чувство, когда ты после жаркого поезда без кондиционера принимаешь душ, включаешь кондиционер, и у тебя есть просто возможность полежать, посидеть, поесть, без криков детей, без шумов, без смывающегося туалета. Это же просто райское наслаждение. Самое классное, это когда ты нашел квартиру на Островке, и она оказалась офигенной. И здесь есть все, что только может понадобиться для любого времяпровождения. Давайте проведем ром-тур. Апартаменты я подобрала на Островке. Это четырехместная квартира. В одной комнате двуспальная кровать, диванчик, телевизор, кондиционер и балкон с офигенным видом на город и немножко даже видно море. Во второй комнате диван. Я бы сказала, что он скорее полутора спальный, чем двуспальный, но нам на троих человек было вполне комфортно. Апартаменты очень чистые, новые, есть все, что необходимо для жизни. Даже гей для душа и шампунь были представлены. Новороссийск – это не только важный портовый город, но и курорт с прекрасными пляжами за пределами бухты и мягким климатом. Летом здесь можно насладиться теплыми водами Черного моря, многочисленными кафе и ресторанами на набережной, а также активным отдыхом от виндсерфинг до домовских прогулок. Вечером мы отправились на прогулку по набережной. Начали от отеля Хилтон и дошли до морского порта, заглянув к адмиралу Кутузову. По пути зашли в мою любимую джелатерию – джелатиамо, где можно насладиться невероятным итальянским мороженым. Ассортимент поражает – от классических до самых необычных вкусов. Мои фавориты – это фисташковое мороженое и сырное с дорблю. Доброе утро! Второго дня в Новороссийске. Сегодня мы планируем посетить винодельню «Мысхака». Пойдем на экскурсию с дегустацией вин. Винодельня «Мысхака» работает уже 155 лет. «Мысхака» – это предприятие полного цикла собственной сырьевой базы уникальных сортов винограда. В советские годы «Мысхака» был любимым местом отдыха партийной элиты. Вино выпускали в небольших партиях, зато с самого высокого качества. С начала третьего тысячелетия предприятие вошло с титулом «Официальный поставщик Кремля». Они производят вино с уникальным вкусом, который формируется благодаря особым климатическим условиям и почве региона. Виноград для вин «Мысхака» зреет в практически идеальных условиях. Рельеф местности горный, с крутыми и пологими склонами. Зона характеризуется горно-морским климатом. Виноградники имеют широкую географию на южном побережье Новороссийска, а самые эксклюзивные расположены на живописной горе Колдун, известной своими легендами. Площадь виноградников, по официальным данным, на 2023 год составляет 598 гектаров. Производственная мощность винодельни – 6,5 тысяч бутылок в год. К 2027 году в планах увеличить виноградники до 1000 гектар и до 12 миллионов бутылок в год. Экскурсия проводится как на территории винодельни, где представлены некоторые виноградники, так и по производству. Нам показали все этапы винодельческой культуры – сбор, переработку урожая, брожение, разлив вина, проведение контрольных измерений и проверку правильности маркировки и упаковки. Пока мы прогуливались по винодельни и готовились вкусить напитки нового для нас бренда, сотрудники винодельни у нас на глазах изготавливали и упаковывали новые бутылочки, которые дальше отправятся на полки магазинов. Мы узнали много интересного об истории винодельни и насладились дегустацией 6 местных вин. Три из них оказались просто восхитительными. Ну и черную смородину можно что-то немножко улавливать, но этот аромат называется «Пипидеша». Крутики сделаны, луговые травы. Вот такая свежесть, да, получается. Крыши, возможно, какие-то легкие мисикрусы. Кстати, дегустацию можно посетить отдельно, без экскурсии. Крыши, гоня, грант, с медовым оттенком, аравый, спелая круша, может, немножко миленькие. Да? Понятно, почему это. Сам, ну, может быть, даже немножечко какая-то, такая свежесть елкового, таких, наверное, сушенья. Почему у нас-то за это? Обратите внимание, сорт винограда 100% на них. Крыши, наверное, не исполняется на них, поэтому... Частью, ну, прошло мацерацию. Вы... что? Так, ну, вам загадывать шулай. Ура! Давайте, да, давайте. Куша определяет, не видя, красивая. В этом, я сказала, да, а в аромате те... Ежевика, чернига, пищевая, пищевая, нам фиция, черносливая, дымчатость, жир, шарголадная, снижная, мокрая. Сладкая, сладкая, сладкая. Толея. Смотрите, я самым ее добавляю. Я не знаю, какие-то такие, какие-то фонаридические истории, да? Смотрю, что нахожатые. После дегустации мы решили пообедать. Выбрали грузинский ресторан под названием Привет из Батуми. В Новороссийске много заведений с грузинской кухней, но здесь блюда по-настоящему аутентичные и невероятно вкусные. Вердикт следующий. Мы напилили. Мы приехали в грузинский ресторанчик. Все будем есть химкалии, салати, хачатуре и план протрезвить. Я сняла небольшой обзор меню, чтобы вы имели представление о ценах, об ассортименте. Помимо адекватной стоимости блюда действительно очень вкусные, как будто действительно приготовленные в Грузии. Хорошо отдохнув и пообедав, мне захотелось отдохнуть еще более глубоко, поспать. Я бы еще поспала. Нет, спать мы не будем дома поспешим. Надо быть чуть-чуть поспать, чтобы протрезветь и идти на пляж. Нет, 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 в Краснодаре будешь спать, ладно. Но у моих спутников были другие пламя. И вот мы уже едем на пляж, чтобы поплавать в море и загорать. Единственная светлая головушка в этом море. Кстати, если будете отдыхать в Новороссийске, рекомендация от местных это взять такси и уехать от центрального пляжа чуть подальше, за Суджукскую косу. Там море будет гораздо чище, спокойнее и комфортнее, нежели в самой бухте. Вечер мы завершили в прекрасном заведении под названием Мидийное место. Там самые вкусные мидии, которые подают с багетом политом, специальным соусом песто и по традиции с картошкой фрин. Каждое мое путешествие в Новороссийск оставляет неизгладимые впечатления. Даже сейчас, несмотря на трудности в начале пути. В любой сезон город и вправду прекрасен. А мы решили выбрать самый жаркий день за это лето и отправиться за пределы Новороссийска на Лавандовые поля. Это своеобразный Кубанский Прованс. Об этом я расскажу в следующем видео, которое выйдет уже очень скоро. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Впереди еще много интересных историй и классных мест. До новых встреч в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok